11 увольных сотрудников за предыдущий год, 5 уже в этом году и четверо под угрозой увольнения. И это при том, что численность педагогов и персонала всего около 70 человек. Такой текучки кадров, как в Центре дополнительного образования, нет, наверное, ни в одной организации. И ладно бы люди уходили, потому что нашли более выгодный вариант трудоустройства. Отнюдь. И это при том, что стаж у них в этом Центре у кого 10 лет, а у кого и больше. И, как водится, на Руси недовольство копилось в душах терпеливых работников, а потом вылилось всеобщим негодованием. Кто оказался неудел и написал обращение в общественную палату БМР. И визит общественников в Центр дополнительного образования уже состоялся. У нас, значит, поступили жалобы от педагогического состава этой детской организации и от родителей. Они как говорят? Дело в том, что она им как грозит. Если вы что-то напишите, я вас все равно уволю, но вам на Волокове устроиться нигде я не дам. И она это людям говорит. А люди, ну, что говорить, сейчас же у нас безработица, правильно, ребят? И поэтому всем, ага, не даст нигде работать, она будет названивать и этого человека, клеветать на него, что он плохой работник. И я ей сказала. Я говорю, вот понимаете, если вот мне один этот человек, а хотя на нее мне жаловались уже три года назад первый раз, честно, откровенно. Вот. И если бы, я говорю, это единичные были жалобы, я говорю, а то, вы понимаете, у нее единичные, вы понимаете, это не единичные жалобы идут на вас. А она сказала, а мне плевать, прям сказала, а мне на эти жалобы плевать, все. И я вот уверена на сто процентов, вот эти люди, которые жалуются, они правы. Вот если она оставила вот такое впечатление негативное у меня, хотя я, в общем-то, человек корректный, и я понимаю, что ей там не место среди наших детей. Вопросы, обозначенные в обращении педагогического состава, корреспондент нашего канала задавал и директору Центра дополнительного образования Ольге Ерыгиной при встрече в администрации района. Та обещала в течение двух дней подготовиться к интервью, и наша съемочная группа даже сегодня приезжала в ЦДО, потому что именно в этот день, если верить обещаниям Ольги Николаевны, и должно было состояться ее общение с журналистами. Но, видимо, что-то пошло не так. Руководитель ЦДО на контакт так и не вышло.